МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ректор КФУ Гафуров Ильшат Равкатович, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Рашидович Софиолин и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Альбеевич Таюрский. Ну и первое слово мы передаем ректору нашего любимого вуза Ильшат Равкатович. Вам первое слово. Спасибо большое за встречу. Спасибо. Мы в этом году увидимся впервые, поэтому я всех коллег хочу поздравить с наступившим уже Новым годом, пожелать вам успехов в вашей деятельности, самое главное, семейного благополучия. В то же время пожелать, чтобы все-таки было побольше позитива в нашей жизни, чтобы было о чем писать, не только о тех проблемных моментах, которые, к сожалению, в нашей жизни случаются все больше и больше, но и побольше таких позитивных вещей, которые бы вокруг себя концентрировали все наше общество. И, соответственно, как только что было сказано, что университет является одним из, наверное, самых больших вузов не только нашей республики, но и округа, и страны. Поэтому, наверное, интерес к его деятельности, он тоже всегда к нашей радости присутствует, хотя нас не всегда хвалят, нас есть и за что всегда критиковать, поскольку люди, связанные с системой образования, если взять, кто же является заинтересантом, то окажется, что практически все. Кто-то выпускник, чьи-то дети учатся, чьи-то еще в школе учатся и собираются поступать в высшее учебное заведение. Но если в конце года традиционно и в начале года традиционно встречи посвящаются определенному отчету, информационному отчету о проделанной работе, о достижениях, о проблемах, наверное, не будет исключением и сегодняшней нашей встречи. Поэтому я, исходя именно из этого тезиса, попробую выстроить и свое короткое выступление, а потом, я думаю, мои коллеги тоже подключатся к нашей с вами дискуссии. Должен сказать, что у нас была принята долгосрочная стратегия развития Казанского федерального университета, которая ежегодно корректируется в зависимости от тех результатов, которые мы достигли, и в зависимости от тех вызовов, которые появляются и в обществе, и в академическом пространстве, в частности. И поэтому мы, по сути, достигли практически всех тех показателей, которые сами перед собой ставили и которые были утверждены нашим учредителем Министерством образования и науки сегодня. Вы знаете, что, наверное, в качестве основного события прошлого года, это все-таки переподчинение новому министерству, который был создан, и это вызвало определенные проблемные моменты, как любая новая структура, когда образовываются, меняются и люди, и регламенты работы. Поэтому я не скажу, что у нас был период застоя, мы все свои вопросы, особенно финансовые, исполняли вовремя. Скажу так, что прошлый год, в принципе, начался из политических таких событий. Впервые посетил университет президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и дал достаточно такую хорошую оценку деятельности ВОЗа, поскольку наш университет, как вы знаете, он образовался путем сияния достаточно большого количества самостоятельно работающих высших учебных заведений. В то же время мы организовали не свойственные для классических университетов Российской Федерации ряд структурных подразделений и ряд направлений. Прежде всего, это медицинское направление, инженерное направление, нефтегазовое направление. И перешли, как бы, начали занимать нишу технических университетов и технологических университетов. Таким образом, мы начали работать в этом сегменте, мы начали неплохо зарабатывать за счет привлечения на возмездных условиях и на наши образовательные программы слушателей. Это и студенты, это и те, кто уже работает сегодня в различных структурах и приходит к нам на переподготовку. И в то же время, именно по этим направлениям, больше всего, мы продвигаемся в области получения грантов, хоздоговоров от бизнеса и грантов от государства. Значит, я думаю, о продвижении в рейтингах расскажет Марат Рашидович, если такие вопросы будут. Но в то же время, хочу сказать, что мы все больше и больше начали интегрироваться с промышленными компаниями, с нефтяными компаниями, нефтехимическими компаниями. И в конце прошлого года мы вышли на создание центра по интеллектуальному автомобилю с главным автомобильным производителем, с акционерным обществом КАМАЗ. И на нашей площадке, на площадке Института физики и Инженерного института, это как бы совместно такой проект получился с КАМАЗом, мы создали хороший центр, который договорились с руководством КАМАЗа, что будем развивать. То есть к созданию центра мы шли тоже три года, выполняя хоздоговорные работы с КАМАЗом. Мы по-прежнему продолжаем и наращиваем работы с нефтяниками. Значит, в прошлом году было заключено стратегическое соглашение с Роснефтью. И сегодня мы рассматриваемся как один из базовых университетов в области подготовки и выполнения, соответственно, научных работ для данной крупнейшей нефтяной компании не только нашей страны, но и мира. Значит, достаточно хорошие результаты показывают не только естественно научный блок университета, но и блок, связанный с подготовкой учительских кадров. Значит, впервые мы по международным рейтингам стали занимать первые места в стране в области education. И, в принципе, для нас это очень значимо по одной простой причине, что, когда вы помните, мы создавались, нас достаточно много, в том числе и наши уважаемые коллеги, которые сидят здесь, критиковали за потерю или не столь внимательное отношение к области подготовки учительских кадров. Ну вот, международное сообщество оценило сегодня наши старания или наше продвижение таким образом, что мы стали лидерами в стране, и сегодня, я думаю, это лидерство мы будем сохранять, поскольку мы получаем достаточно большие приглашения участвовать во всех международных конференциях в этой предметной области. И это же, несомненно, отразилось и на работу наших двух лицеев, которые работают в составе университета. Здесь уже по рейтингу российскому оба наши лицея стали лучшими, то есть вошли в сотню лучших лицеев страны. Один занимает по памяти 32-е место, это IT-лицей. Он, в принципе, только создан, да, там все-таки нужно иметь хорошую историю для того, чтобы позиционироваться в любых рейтингах. И лицей Лобачевского тоже, по-моему, 56-е место занимает в Российской Федерации из 44 тысяч, более 44 тысяч лицеев в России. Это, ну, хорошие результаты. Я почему говорю о лицах, потому что это лицей, это не просто место подготовки талантливой молодежи, но и это место апробации наших собственных технологий, то есть это площадки трансфер. Значит, то же самое я могу сказать, что мы достаточно хорошо стали работать в области медицинской науки и впервые попали в международные рейтинги, хотя наши позиции там 500-600, вот в этих пределах, и в науках о жизнях, и медицинских, да. Там очень важно понимать, что исследуется пятилетний период, а мы создали медицинское направление там в 13-12 годах, идея появилась в 13-м году, начали работать, и в прошлом году еще только первый выпуск сделали, и то в области, ну, стоматологов выпустили, да, мы еще даже врачей первых не выпустили. Тем не менее, вот наша такая консолидированная работа вместе с республикой помогла нам неплохо позиционироваться, но это в мире, но в стране мы занимаем третье-четвертое место, да. У нас есть традиционные медицинские вузы, первый мед, второй мед, МГУ, Санкт-Петербургский университет, которые давно начали заниматься этим направлением. Ну, и мы достаточно хорошо продвинулись в области уже клинических исследований и в области инфраструктурного обеспечения нашей клиники. Вы знаете, что в самом начале года мы реконструировали, вы тоже часто этот вопрос задавали, реконструировали, значит, все, что осталось от военного госпиталя, и причем по всем требованиям, которые предъявляли нам Министерство культуры, вот все структуры, которые отвечают за охрану объектов культурного наследия. И все три объекта были отреставрированы, и сегодня там размещается учебно-научная лаборатория Института фундаментальной медицины и биологии нашего университета. Поскольку количество обучающихся по данному направлению увеличивается, нам необходимы были новые площади. В то же время учебно-научные площадки, как площадки трансферотехнологий, размещаются во всех наших клиниках. То есть в зданиях клиник, если вы посмотрите внимательно, то везде есть учебные здания. Вот в конце уже года мы, благодаря поддержке, в том числе и прежде всего республики, с участием Растана Аргалевича Миниханова, председателя нашего наблюдательного и попечительского совета, открывали новые здания поликлиники, где раньше размещалось аж четыре организации. Это здание было нам передано после реконструкции. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что это одна из лучших поликлиник нашего города и нашей республики. Кстати, буквально завтра там будут проходить мероприятия в 18 часов, так что каждый из вас может посетить, посмотреть и выполнить там в качестве пациента тоже походить, посмотреть, как оснащена данная поликлиника и чем там, в принципе, занимаются. Поскольку мы не только будем проводить мероприятия в формате, как стандартно проводили уже не один год, про науку или ночью науки называли, то здесь будет школа здоровья называться и будут рассказывать о тех или иных интересующих заболеваниях, каким образом их избежать, либо если это уже симптомы этих заболеваний проявляются, каким образом лечиться, куда обращаться и где что можно найти. В общем, я думаю, если эти мероприятия будут востребованы, мы их будем делать с определенной периодичностью и популяризировать все, что происходит в медицине в целом и рассказывать о тех трендах, которые сегодня есть в мире. Я думаю, это тоже определенное новшество, которое, я думаю, послужит на благо, прежде всего, нашего населения. Сразу хочу сказать, что за клиникой закреплено, за поликлиникой более 44 тысяч пациентов, точнее, потенциальных пациентов, жителей нашего города. Тут задают вопросы, это только университетские, там лечится или нет, но вот на все эти вопросы вам смогут завтра ответить. В то же время хочу сказать, что не только в этом сегменте, да, говоря о медицине, хочу сказать, что вот на Волково, где была детская поликлиника, будет научно-клинический центр, где будут обслуживать пациентов по сложным заболеваниям и так далее. Я думаю, мы откроем этот объект где-то к июлю месяцу. Этот объект будет строиться совместно с инвесторами, которых мы привлекаем к этой работе. Ну и достаточно неплохо продвигаются и наши филиалы, по крайней мере, проверочные мероприятия со стороны, или контрольные мероприятия со стороны Рособорнадзора, они тоже прошли немного неплохо. В то же время хочу сказать, что основным таким интегральным критерием оценки всей нашей деятельности являются все-таки приемные кампании, да, то есть вот приемная кампания говорит о том, что востребованы мы в обществе или не востребованы, нуждаются в наших образовательных программах или не нуждаются. Так вот, приемная кампания прошла у нас очень хорошо, мы повысили на входе, хотя контрольные цифры приема по бюджетным местам более чем на 200 человек были увеличены, да, и только на бюджет мы приняли более 5000 человек, то вот контрольные цифры, по которым мы отчитываемся по результатам единого государственного экзамена, я всегда говорю, как бы к нему ни относиться, это все равно определенные критерии оценки на входе качества наших абитуриентов. Так вот, этот показатель был увеличен и как в Казани, так и в наших фериалах, Елабоге и Набережных Челнах. У нас никаких проблем по выполнению контрольных цифр не было. Более того, мы резко увеличили контингент платных студентов, и по памяти говорю, по-моему, где-то 13 с лишним тысяч студентов мы приняли на первый курс, что, в принципе, почти на 2000 с лишним больше, чем в прошлом году, ну, то есть в 2017 году. И обратите, пожалуйста, внимание, впервые мы приняли достаточно большой контингент иностранных студентов. Сегодня на разных программах у нас обучается более 7 тысяч иностранных студентов из 98 стран мира. И, конечно же, этот показатель мы тоже рассматриваем как востребованность нашего университета на рынке образовательных программ. Я специально слово-услогу не использую, хотя во всем мире этот термин используется. То есть мы конкурируем, это говорит о том, что мы конкурируем и в стране, и в мире за студентов. Всегда задают вопрос, зачем это вам нужно. В принципе, мы решаем таким образом задачу, которую перед нами поставило руководство нашей страны, поскольку мы решением правительства были включены в перечень университетов, которые занимаются экспортом образовательных программ. Это и в том числе мы получили сегодня предложение открыть собственные филиалы за пределами нашей страны, прежде всего это в Китае и в странах СНГ, чем сейчас мы в принципе в 2019 году будем заниматься. Но здесь можно посмотреть, что это даст нашему университету, поскольку ресурсов на все всегда не хватает. Но тем не менее, раз такая задача стоит, я думаю, мы в этом направлении будем работать. У нас очень много мероприятий произошло. Вот здесь у меня перед глазами лежит табличка всех основных мероприятий. Я ее оставлю, если будет интересно, вы ее возьмете, просто я не буду вам перечислить. Ну и мы достаточно хорошо отработали по науке, более чем на 1,8 млрд мы выполнили различных научных работ. Я просто озвучиваю суммы, там есть работы от 3 млн, заканчиваю цифрами более 100 млн по одной теме. Но и интегральным показателем все-таки является и средний уровень заработной платы. Так вот, я вам скажу, что, вот я взял специальную табличку по преподавательскому составу, средняя заработная плата, вот, я оставлю это, она выросла вот таким образом за последние годы, да. И год мы закончили с результатами 70 тысяч, там, 478 рублей, это средняя заработная плата. Но чтобы не говорили, что кто-то много получает либо мало, вот сразу хочу сказать, что в среднюю заработную плату ни заработная плата директоров, ни ректора, ни проректоров не включаются. Поэтому это чисто по ППСу, да, это научно-педагогический состав. Мы в прошлом году примерно на 18% увеличили базовый уровень заработных плат. И уже буквально вчера ректоратам было принято решение, что самый низкооплачиваемый состав среди преподавателей, как вы знаете, это ассистенты, да, те люди, которые только-только закончили аспирантуру и хотят связать свою жизнь, с учетом, ну, с преподавательской деятельностью, с университетом, вчера было принято решение, что с 1 февраля база будет поднята на 6%. С учетом тех проблемных моментов, связанных там с увеличением стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, значит, то, что продукты питания дорожают в связи с НДС, и вот первый квартал инфляции, вот мы не дожидаясь получения даже этих цифр, по своим прогнозам, которые вот Марат Рашид сделал, мы на 6% решили ассистентов, дальше все категории тоже будут подтянуты там по результатам уже первого квартала, поскольку все другие, кто уже имеет достаточно большой опыт работы в университете, они зарабатывают на хоздоговорах, на грантах и так далее. А вот молодые люди, которые только-только пришли, мы как бы говорим, что этот есть определенный период адаптации, вхождения, и чтобы как в армии раньше не проходили, там старшие и не старшие, я уж так говорю, нам нужно научиться сохранять нашу молодежь. В то же время хочу сказать, раз уж о заработной плате пошел разговор, что мы сейчас разрабатываем различные варианты поддержки по тем направлениям, которые нам необходимо решить. Но я условно говорю, вы все знаете, что сегодня инициируется достаточно большое количество или генерируется онлайн-программ, да, которые по-разному могут использоваться и как дистанционные, и как программы, которые просто помогают тем студентам, которые уже и очно у нас обучаются. Разные жизненные ситуации бывают, они могут пропустить лекции. И чтобы вот мотивировать быстрое решение этих вопросов, мы тоже будем все это делать через дополнительные гранты уже внутри университетские. Поэтому вот, ну, как бы в основном я рассказал, я бы сейчас хотел, чтобы Марат Рашидович, поскольку время я уже достаточно много занял, достаточно проинформировал коротко о наших продвижениях. – Уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение. – Да, Марат Рашидович, он не только проректор, который курирует этот блок направления, вы знаете, что в реализации программы глобальной конкурентноспособности создана дирекция реализации этих программ, и Марат Рашидович, в общем-то, курирует это направление, поэтому он более предметно, наверное, расскажет. – Большое спасибо. То есть вот Ишат Равкадыч уже сказал, международные рейтинги, они являются очень важным, скажем, международным общественным мерилом развития нашего университета и корректности выбранного пути. Поэтому мы очень всегда внимательно наблюдаем и стараемся быть в курсе всех тех основных трендов, которые проходят в глобальном науке, в глобальном образовании. И нам очень приятно сообщить, что год для нас был очень неплохим, то есть мы поднялись, и самое главное достижение – то, что мы расширили свою представительность – это в международных рейтингах. Если раньше у нас мы присутствовали, вы знаете, наверное, есть два самых известных, на которых мы ориентируемся, относительно которых мы и позиционируем, и строим свои стратегии – это QS, так называемый, Co-Aquarelli Simons Limited, и Times Higher Education. И если у нас в прошлом году, прошлый, я уж имею в виду, 2017 год, мы были представлены в 13 предметных областях и предметных рейтингах, то сейчас мы расширили свое присутствие в 18. И позвольте их назвать, это в первую очередь в рейтинге QS – это современные языкознания, и сразу мы набрали уровень 151-200, потом математика, и впервые вошли с такой дисциплиной, как социальные науки и менеджменты. Кроме того, хотел бы сказать, что помимо всего мы усилили свои позиции, то есть это означает, поднялись в части искусства и гуманитарных наук практически на 50 позиций, на 50 позиций в области английского языка, литературы, и на 50 позиций в области образования. А вот по трем составляющим, получается, вернее, по лингвистике мы уже практически подвинулись к топ-100, это мы в диапазоне 101-150, в археологии 150-1-200, как и современные языкознания. И адекватные изменения произошли и в Times Higher Education. И вот здесь, наверное, самое знаменательное, уже Ильша Травкач об этом говорил, то есть мы сейчас третьи, скажем, среди российских вузов в мировых рейтингах в области медицины, это самое, наверное, заметное и существенное продвижение, и впервые вошли и возглавили рейтинг в Российской Федерации предметный в области образования. Там мы заняли позицию 100-125, поэтому вот те инициативы, которые, сообща, делаются в области развития педагогического образования и в области трансформации университета в целом, то есть это ведь очень важно, чтобы не только трансформировать педагогическое образование, почему вот Ильша Травкач выбрал это направление, поскольку это позволяет модернизировать и трансформировать, и развивать образовательный процесс в целом. Что послужило, что нам помогло продвинуться в рейтингах? То есть в первую очередь, тоже об этом Ильша Травкач говорил, это то, что мы нарастили свое сотрудничество с реальным сектором, то есть вот показатели и рост наших объемов НЕКР, это самое яркое и объективное этому свидетельство. И второе, это два направления, которые тоже поспособствовали улучшению позиций, это международная деятельность. То есть вот то, что нас сейчас выбирают студентов, и вот мы сейчас, как это ни странно, вышли на второе место в стране после нашего известного университета дружбы народов Патриса Лумомба по количеству иностранных студентов. И это очень важное достижение, что нас выбирают, к нам едут, и с нами сейчас заинтересованы в сотрудничестве. То есть причем, если раньше это было в основном на начальное, скажем, на бакалаврское обучение, то сейчас все больше и больше набор идет в области магистратуры, и все больше и больше это позволяет рекрутировать нас, лучших специалистов, и в магистратуру, я говорил, и в аспирантуру. И образовательный процесс. То есть вот все, что касается соотношения преподавателей-студент, заработная плата почему так важна? То есть это не только в части выполнения тех указов, которые стоят на контроле у президента, но и эта возможность, с одной стороны, привлекать лучших, потому что, вы видите, эта привлекательная зарплата не только для условий нашей столицы, не только для условий Приволжского региона, в целом весьма достойный инструмент. И второй момент, она дает возможность уже ставить четкие задачи и требовать, и уже, ну скажем так, мобилизовать наш научно-преподавательский состав на реализацию важных инициатив. Что теперь хотелось бы сказать дальше? То есть вот, поскольку все-таки не только подведение итогов, но и некоторые задачи, мы ставим и на, скажем, на 19-20 год, поскольку это ключевые года для реализации программы конкурентоспособности, после которых будет уже приниматься решение о дальнейшей стратегии. И, Ильша Травкадыч, мы уже были в прошлый раз и говорили, что сейчас в целом и в России, и в мире идет переосмысление прадигмы, каким будет университет в условиях новой промышленной революции. Говорят, сейчас вот идет активная трансформация интеллектуальной системы, робототехника, генотехнологии, 3D-печать и прочее, прочее, все больше и больше, но изменяет общий горизонт и общий приоритет. И вот, соответствующим образом, мы в конце 2018 года пересмотрели, и вернее, не пересмотрели, а уточнили свою стратегию, и вот все больше и больше у нас находит понимание, что такое университет 4.0, и где наша ниша, и как мы должны развиваться в перспективе. И вот, наряду с двумя важнейшими компетенциями, это в области науки и образования, это университет 2.0, и университетом 3.0, туда добавляются инновации. Очень важным элементом в нашей стратегии, которым будут переподчаны все показатели, ключевые показатели эффективности, становится цифровизация. Цифровизация, в первую очередь, образовательного пространства и образовательных процессов. И вот, в дальнейшую стратегию мы видим развитие предпринимательской среды инновационной экосистемы, и у нас уже сформирован специальный институт в этой части, и самое главное, развитие новых трансляционных площадок. То есть у нас, у Казанского университета свой путь в этом плане мы выбрали. То есть ведь важно, самое главное, чтобы те разработки или те идеи, которые возникают в процессе образования, в процессе исследований, чтобы они, скажем так, опробировались и на каких-то реальных системах, которые функционируют не в область, не как модель, а как реальный хозяйственный процесс. И на 2018 год сейчас у нас создано 29 так называемых трансляционных площадок. Я их вот в целом, чтобы вы понимали, это те реальные субъекты, где наши студенты могут на практике отработать свои навыки с одной стороны, и вот, скажем, попробовать внедрить те идеи смелые, которые у них в этом процессе возникают. В области нашего приоритета биомедицита – это наша университетская клиника, симуляционный центр, центр трансляционной медицины КФУ РАСА, и вот при поддержке Рустама Нургалевича нам передан пакет Центра медицинской науки. В области нефте, добычи нефтепереработки и нефтехимии – это центр в области нефтехимии, нефтепереработки и нефтехимии, фабрика катализаторов, РИЦ химических технологий – это также тот региональный инжиниринговый центр, и Центр дополнительного образования в области менеджмента, качества и маркетинга в нефтегазовой сфере. В области инфокоммуникационных технологий – это, в первую очередь, интеллектуальные транспортные системы совместно, в первую очередь, с нашим ведущим автотранспортным предприятием КАМАЗ «Планетарий» и сеть тех астрономических лабораторий, которые существуют и в Ленисказане, и на Северном Кавказе, и в Турции. Кроме того, и последний наш приоритет – это вот все, что связано с образованием, трансформацией этой среды. Это два наших лицея – Поволжский межрегиональный центр повышения квалификации, ВШГМО, Малый университет, Детский университет и Фабрика предпринимательства, которую наш выпускник совместно с нами реализует для того, чтобы поднять пассионарность и поднять привлекательность предпринимательства в этой среде. На 19-е и 20-е годы будут запущены в области реальных трансляционных площадок проекты в области IT-клиники, центра клинических исследований в области нефтехимии и нефтедобычи. Планируется создание нефтяного полигона и формирование, скажем, совместно с нашими партнерами, инжиниринговых центров в области катализаторов для нефтехимии и в области моделирования занежей нефти и газа. Также центр трансфера космических технологий будет формироваться в области IT. Вот, наверное, скажем так, очень крупные мазки, которые мы запланировали в нашей стратегии на 19-е и 20-е годы. Но если будут какие-то вопросы, мы тоже подготовили материал и нам будет приятно на них ответить. Спасибо. Если можно, Дмитрий Альбертович, пожалуйста, тоже касательно образовательных программ. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. И Ильша Травкадыч, Марат Рашидович, уже коснулись темы новых образовательных программ, стратегии развития. Здесь я только хочу отметить, что прошлый год мы очень серьезно занимались исследованием качества образовательных услуг, которые мы предоставляем в нашем университете. Аудит проводили полный. Конечно, каждый год мы пересматриваем образовательные программы, но прошлый год был особенным, поскольку мы поставили себе целью актуализировать все наши образовательные программы с точки зрения вызовов современности, с точки зрения тех вызовов, которые стоят как перед страной, так и во всем мире. И здесь надо отметить, что мы получили ряд лицензий, прошли успешную проверку и лицензионную проверку, открыли ряд новых программ во всех областях. Но не ходясь в этой аудитории, я не могу не упомянуть то, что мы получили, например, лицензию на магистрские программы в области телевидения и медиакоммуникации. Так что приглашаем всех учиться к нам приходить. Далее, конечно же, рост, очень резкий рост иностранных студентов, иностранных абитуриентов на основные образовательные программы. Это очень хорошо, но мы также не упускаем из виду, что дополнительные или совместные образовательные программы являются чрезвычайно важными, поскольку они позволяют нашим студентам, студентам Российской Федерации получать двойные дипломы, получать дополнительные компетенции, обучаясь в ведущих вузах всего мира. Здесь я могу упомянуть, буквально в декабре месяцем ректором Казанского университета, Леонидов Кашемкафоровым, был подписан пакет документов, регламентирующих нашей совместной образовательной программой с Лондонской школой экономики, а с одним из ведущих институтов этой области. Мы очень плотно работаем со нашим стратегическим партнером Японии, но поскольку мы сегодня новости номер один сегодня на ленте, переговоры, мы тоже вносим свой вклад в такую народную дипломатию. В 2018 году мы начали успешно реализовывать программу, которую выиграли совместно с нашим партнером университетом города Каназава в Японии, программу японского правительства по подготовке глобальных лидеров 21 века. И только за прошлый год в наш университет на образовательные программы разного уровня, разной продолжительности приехало 96 студентов из одного университета, это из университета Каназавы, и 48 наших студентов посетили этот университет для участия в программах различного уровня. И сегодня мы уже проводим совершенно осознанный отбор аспирантов на новую образовательную программу совместно с этими японскими коллегами. В мае месяце на встрече Путина и Абе наша программа, совместная программа с Каназавским университетом была отмечена как одна из самых лучших, как лучший пример сотрудничества в области образования между Россией и Японией. Ну, конечно, Япония – это не одна страна, только с которой мы сотрудничаем. У нас есть ряд очень интересных программ двойных дипломов из Чешской Республики, из Германии. И здесь надо отметить, что сегодня наши образовательные программы очень сильно востребованы во всем мире, как в области естественных математических наук. И здесь необходимо отметить старт работы, очень успешный старт работы нашего математического центра, международного математического центра в Казани. Я напомню, что в 2015 году было принято решение создания четырех математических центров международного уровня в России. Значит, три из них были при академических институтах. Это в Санкт-Петербурге, в Москве, в Новосибирске. И один был создан в Казани при Казанском федеральном университете. И в конце прошлого года, 2017 года, позапрошлого года мы вручили международную премию Лобачевского профессору из Калифорнии. И вот на этой волне мы очень сильно усилили подготовку наших математиков. Мы предложили ряд новых программ. Кстати, я должен сказать, что с 2019 года у нас стартует новая программа подготовки по математике, которая называется «Математика для цифровой экономики». То есть, это один из маленьких примеров того, как мы реагируем на вызовы современного общества. Ну, наверное, пока все остальные будут вопросы. Я просто добавлю, вот то, что говорили про лондонскую школу экономики. Но это достаточно такой хороший прорыв, поскольку прежде чем заключить соглашение о совместной подготовке специалистов, коллеги из лондонской школы приезжали, экспортировали наши образовательные программы, смотрели нашу инфраструктуру и оценивали нашу работу. После этого мы были приглашены, значит, на площадку лондонской школы, где состоялись уже итоговые переговоры и было подписано соглашение. Первая группа студентов уже набрана, да, это 50 человек, которые будут обучаться и у нас, и в лондонской школе одновременно обучение даже на нашей площадке проходит по их образовательным, то есть по совместным нашим образовательным программам, которые согласованы с ними на английском языке. Это и подтягивает наших преподавателей, соответственно, под те стандарты, которые существуют там, и наших студентов прежде всего. В то же время вплотную сегодня мы работаем тоже с Imperial College Лондона, да, и совместно с крупнейшей компанией British Petroleum. Здесь сейчас мы находимся тоже, мы начали работать несколько лет назад, но эти работы, они были как бы фрагментарны, то есть British Petroleum просто финансировал наших студентов на конкурсных условиях. А сегодня мы переходим в такой тоже формат постоянной работы и выходим на получение двойных дипломов. Значит, в области образования также было принято решение и создан сегодня ситуационный центр, который должен быстро реагировать на все изменения, которые происходят в мире образовательном пространстве, да, и ответить на вопрос, а как нам дальше развиваться. Вот то, что Марат Рашельс говорил, значит, под его непосредственным руководством находится определенный коллектив, который изучает все, что происходит вот в нашем академическом пространстве. У Дмитрия Альбертовича есть департамент, который отвечает на вопросы текущей деятельности, соответствия выполнению закона об образовании и насколько наши преподаватели и наши программы соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Но в то же время вот ситуационный центр в области образования возглавил бывший замминистра Аришев, вы знаете, да, который вот перешел на работу к нам, который буквально по крупицам выбирает, где что сегодня происходит, собирается там новый коллектив. Я думаю, когда офис откроется там буквально, я думаю, в феврале месяце мы его официально откроем, сможете посмотреть и Аришев, наверное, сам сумеет ответить и презентовать все, что он делал до сегодняшнего дня, чем собирается заниматься завтра. В то же время, вот буквально сегодня, говоря о перспективах, мы обсуждали вопросы, что необходимо изучать и чтобы мы создали центр здоровья человека, который будет себя воплощать в вопросы питания, образа жизни и так далее. То есть у нас есть медицинский центр, где мы уже лечим больных, да, есть центр подготовки специалистов, которые, надеюсь, будут достаточно хорошими врачами и тоже способствуют выздоровлению. То есть обращается внимание, когда человек уже болеет, но нужно, наверное, и серьезное внимание обращать на тех людей, которые еще по, то есть, которые еще симптомы болезни, у которых еще просто не проявились, они себя считают условно здоровыми, да, но и в связи с этим возникает еще другой вопрос, обратить внимание на разработки в области сирхознаук. Туда включается достаточно много, как бы, сегментов. Мы проанализировали сегодня, как обстоят дела в этой области, в республике, значит, вузы, которые здесь локализованы, но ситуация не очень хорошая, поскольку мы ни в одном предметном рейтинге не представлены, да, ни один наш вуз, он там не представлен. Вот помните, в самом начале отвечали, задавались вопросы, зачем мы готовим медиков, да, но на наши медики все-таки это медики-исследователи. И вот оценка международного сообщества, то есть всех тех структур, которые оценивают нашу деятельность, они показывают, что мы, в принципе, на правильном пути. В то же время интегральным показателем является стабильность ситуации, но о стабильности говорит и рост наших налоговых отчисленей. Я вот хочу сказать, всегда задают вопрос, что университет там достаточно много разных ресурсов получает, мы бесплатно ни один ресурс не получаем, мы их зарабатываем. И это же отражается на наших, как бы, результатах налоговых отчисленей. Вот я приведу график, вот он здесь, тоже его оставлю, как наши налоговые отчисления растут за последние годы. Значит, вот в прошлом году, в 2018, мы заплатили 2 миллиарда 269 миллионов 600 тысяч рублей, это сумма перечисленных налогов и платежей во все уровни бюджета. Из них бюджет, консолидированный бюджет республики Татарстан получил почти 830 миллионов рублей, точнее 828 миллионов 900 тысяч. Вот это тоже показатель, а то задают вопрос, за счет чего, это показатель, чем лучше мы работаем, тем больше мы, соответственно, платим налог. Поэтому это ответ для тех, кто говорит, для бизнес-структур, которые, в общем-то, всегда бьют в себя грудь, ищут какую-то поддержки со стороны власти тоже. Ну вот, мы стали достаточно крупным плательщиком налогов во все уровни бюджета. Вот, наверное, на этом все. Если будут вопросы, я думаю, я и мои коллеги, я повредил. Спасибо, вопросов достаточно много. Вот мне показывают коллеги уже, у нас три человека в очереди. Пожалуйста, первый. Александр Газович, здравствуйте. Газета «Бизнес онлайн» Максим Кириллов. Скажите, пожалуйста, очень много было сказано о подготовке педагогических кадров. Не могли бы Вы конкретизировать, как сейчас обстоят дела в КФУ с подготовкой с национальным образованием в свете решения языкового вопроса. Если позволите, вдогонку еще один небольшой вопрос. Скажите, исполнили Вы свои намерения по созданию нефтяной компании «Полигона»? Высказывались такие идеи. И скажите, сейчас актуален все еще проект присоединения огни. Там Сергей Кагогин постоянно говорит о необходимости создания сильного политехнического вуза в Челнах. Как думаете, филиал КФУ способен на это? Три вопроса, в общем, да? Четыре. Ну, начну по порядку. Значит, поручение президента республики Рустанова Горячева Маниханова об усилении, значит, роли КФУ в подготовке национальных кадров мы приступили к исполнению. Значит, были разные форматы реализации. Пока остановились на том, что Институт филологии межкультурных коммуникаций, который находится на Татарстан-2, это бывшее главное здание Татарского гуманитарного университета. И этот институт, как вы знаете, возглавляет бывший ректор Татарского гуманитарного университета. Значит, пока вменено в его обязательство. Первый заказ мы получили, то есть 75 студентов. Мы готовим целевой подготовкой. Вы знаете, что вышли нормативные документы о целевой подготовке, где будет вменено обязанность обязательно исполнить как бы свои обязательства и отработать определенное количество лет, в частности, 3 года по направлению. То есть, мы вернулись в формат, как было в советский период, когда мы обучались. Значит, всего 125 обучаются, 75 в научной форме, значит, остальные 50 человек на заочной форме обучения. Мы же не можем готовить пустоту, да? Дальше Министерство образования и науки Республики Татарстан, проведя определенный мониторинг, оно должно нам расписать, сколько специалистов, в каких предметных областях мы должны готовить. Эту работу мы начали делать и будем продолжать. То есть, мы изначально не отказывались от этой формы. Другое дело, у нас возникает определенное дублирование по лабораториям в области физики, математики, биологии. Если такие преподаватели будут востребованы школами национальными, значит, определенный центр ответственности в качестве института. И внутри института создана высшая школа. Я хочу напомнить, что высшая школа – это такой же полноценный факультет. У нас просто факультетов нет в университете. Все задают вот институт, что такое факультет, что такое. То есть, высшая школа, по сути, это достаточно крупное структурное подразделение. Высшая школа у нас есть и отдельный. Это вот высшая школа IT-технологий. Это было связано с тем, что мы отвечали на востребованность со стороны IT-компаний. Они говорили, пустите нас, мы хотим участвовать в процессе подготовки специалистов, которые потом будут у нас работать. Мы сказали, хорошо. И они этим делом успешно занимаются. Значит, если я ответил, то вот. Ну и должна быть в области подготовки специалистов для национальной школы создана, даже в аудитории должны служить средой, да, которая бы отвечает. То есть, там и антураж аудитории должен быть, другие, и культурный как бы сегмент, он должен сразу присутствовать с самого начала, чтобы люди заходили и видели, что здесь готовится вот для национальной школы. Значит, вопрос испорный был тогда в том, за счет каких источников готовить, да. Вот федеральный законодатель сказал, что вот часть можно готовить за счет федеральных ресурсов, а остальное должно готовиться за счет ресурсов региона, который заказывают. Спасибо руководству республики Рустам Наргалевичу, он сам лично контролирует эти вопросы, что после вот определенных мероприятий были приведены в соответствии вся наша нормативка, и вот сегодня мы по такому принципу работаем. Сегодня идет оснащение этих лабораторий, ну, чтобы все было на татарском языке, у нас были другие форматы, мы вплотную работали со вторым лицеем татарским, где наши студенты и будут проходить практику, потому что очень важно, где они будут проходить практику, и должна быть, ну, вот, национальная такая школа, причем ведущая школа, чтобы... Второй вопрос был связан с созданием крупного технического университета, и президент республики, и руководство КАМАЗа сказали, что это должен быть филиал Казанского федерального университета, потому что в сегодняшних экономических условиях создавать с нуля университет, ну, это практически невозможно, то есть нужно огромные ресурсы вкладывать. Хотя, честно говоря, мы готовы были, если такое решение будет принято, отдать туда и, собственно, на филиал, потому что смысла нет два вуза иметь на обережных челнах, все-таки все зависит от потребности, да, то есть территории, насколько там нуждается. И потом у нас есть инженерный институт и в Казани, и мы готовим инженеров, как бы, двух форматов, это инженер-исследователь, который сам создает новые продукции, и инженер-сервисник, который работает уже на тех предприятиях, которые сегодня существуют, и здесь была создана рабочая группа с представителями КАМАЗа, города, мэрия набережных челнов, и сегодня вот эту работу возглавляет как раз мои коллеги, которые здесь находятся один с финансовой стороны, а образовательные программы курирует Дмитрий Альбертович. Значит, мэрия от программ сегодня под требование КАМАЗа, значит, готовы переформатировать, более того, специалисты КАМАЗа на уровне заместителя генерального директора НТЦ КАМАЗа, главного технолога, они возглавляют кафедры в нашем филиале, и, пожалуйста, все руки как бы развязаны. Другое дело, значит, каким образом можно интегрироваться с топовыми ввозами в области инженерной науки и инженерного образования, мы выбрали в качестве партнера Бауманку, и вот во всех этих трансформациях образовательных программ принимает участие первый проректор, который курирует образовательные программы Бауманки. Значит, более того, значит, сегодня КАМАЗ открывает филиалы в других странах, в частности, вот в Узбекистане, мы получили приглашение и готовить специалистов уже на той территории, исходя из того, какие специалисты там будут востребованы. То есть мы, эта структура, она и создавалась университетом, то есть мы тогда присоединили политехнический вуз только по просьбе КАМАЗа. Если бы этого не было, и если бы мы не договорились о совместной деятельности, тогда нам этот филиал был бы не особо востребован. И самая главная проблема там, это общежитие, поскольку в Казани мы более-менее обеспечены, как вы знаете, хотя с притоком большого количества платных студентов и, самое главное, студентов из других стран мира, мы испытываем сегодня уже дефицит, нам крайне необходимо сегодня еще один тысячник построить в Казани. И нам где-то нужно как минимум 800 местных общежитий в Набережных Челнах. Потому что, ну, сами, сама молодежь, мы проанализировали, выпускники челнынских школ уезжают из Челнов в огромном количестве, да, и остается очень мало. Это связано с двумя, наверное, причинами. Первая, там созданы достаточно хорошие условия для СПО, и предприятие КАМАЗа прежде всего, то есть не КАМАЗа, Набережных Челнов, прежде всего нуждается в рабочих специалистах, а это выпускники СПО, ресурсные центры, и республика достаточно хорошо оснастила их. В то же время есть хороший приток, в том числе самый крупный прием иностранцев из стран СНГ осуществил челнынский наш филиал, но встает вопрос, где люди будут жить. То есть в Челнах, если хотят, чтобы там оставалась молодежь, есть два пути. Либо оставить своих, но свои никто же сегодня не удержит, да, то есть там очень хорошие школы, они хотят учиться, да и устают люди все время в одном городе жить. Я приводил вам, по-моему, пример с нашим IT-лицеем. Я задаю вопрос, почему вы уезжаете, говорят, что мы пять лет здесь прожили в деревне университета, условия хорошие, но мы хотим еще и другие города посмотреть, мир посмотреть. И у нас почти 50% выпускников потеряется и уезжает. Не от того, что у нас плохо. Ведущие. Да. А они, мы их так готовим, что они поступают в любой вуз, да, на бюджетные места. Ну, у нас там достаточно все-таки жесткие условия. Там несколько состояний. Это учеба с утра до вечера, да, это спорт, это еда и сон. Там больше нет ничего. Ну, люди соглашаются на этих условиях идти, там же никого силом в IT-лице не толкает. Поэтому он 32-е место в России занимает. Как раз по уровню выпускников. То есть там 100% поступаемость во все вузы. И больше казанцев тоже, которые там учатся, они тоже уезжают. Устают, видимо, как бы хорошо у нас не было, тоже хотят, ну, молодые люди хотят перемещаться. Поэтому, переходя к набережным Челнам, там нужно, чтобы такой же приток молодежи был со стороны тогда, с других городов, с других регионов, с других стран, в конце концов. Но для них нужно создавать устои. В университет оснащение там соответствует, никаких проблем нет у нас. Кампусы образовательные можете посетить. Проблемы есть, небольшие, но проблем больших там нет. Это лучший филиал, если филиалы других вузов посмотреть, то наши филиалы в Елабуге, они очень на хорошем уровне. Но там нет. В Елабуге вопрос решили, ЕЛАС передал свои общежития нам, да, и вопрос как бы решился. В набережных Челнах вопрос с жильем не решается. Это главная проблема. Вот, говоря об Альметьевском, об Огни, значит, ну, там есть главный работодатель, это Татнефть. И мы договорились, что вопросы взаимосвязи с университетом, они сегодня идут. То есть мы программы совместные делаем. Но вопросы присоединения, они отодвинуты на определенный период, поскольку, как только если их к нам соединят, требования станут федеральными. Они не соответствуют на сегодняшний день федеральным требованиям. Ни по кампусу, ни по общежитиям, ни по программам. То есть мы договорились, что мы создали рабочие группы, и мы приводим в начале соответствия так, чтобы Рособорнадзор на второй день не пришел и не закрыл. Да? Поэтому я имею в виду Рособорнадзор Российской Федерации. Там и количество защищенных людей должно быть больше. И, насколько я знаю, и вот мы постоянно поддерживаем себя с ректором, Татнефть усиленно занимается этими вопросами. Они и проектировали новый кампус, лабораторный корпус проектируют и будут оснащены. Спасибо за ответ. Следующий вопрос, если можно, по вопросу. Я прошу, на все ответил, да, Ваш? Ну, мы сегодня платно работаем с нефтяными компаниями, которые есть. Вы знаете, ну, желание есть, но, как у нас говорят, одеяло по возможностям, что ли, да, подтягиваешь? Это такой, знаете, бизнес очень непростой. Информационный... Инженерий ГВЦ озвучил, тоже оказалось не так просто. Информационное агентство ТАСС, Рустам Кельсинбаев. Ильшат Равкатович, вот если говорить о международном сотрудничестве и развитии университета, озвучивали планы по кризису филиалов, могли бы более детально поговорить, в каких городах, в каких странах еще возможно такое открытие и с кем идут переговоры? Ну, сегодня мы ведем переговоры в Китае, в Корее и в Узбекистане. И второй вопрос, вот по науке. Вы говорили, что более одного миллиарда – это большая сумма за этот год. Миллиард 800 миллионов. Да, да, то есть по счету миллиарда, да? А какая динамика вообще фиксируется? Динамика растет. Ну, то есть у нас количество хоздоговоров растет, количество грантов растет, количество федеральных целевых программ, в которых мы участвуем, тоже растет. Мы выиграли достаточно большую сумму ФЦП в области аграрной науки, называется она БИОЧАР, там от 60 миллионов в год до 120 миллионов в год, но по годам расписано просто. Но вы не скажете сейчас, да, процент какой, на увеличение какое было? Я вам могу документы оставить. А, отлично, прошу. А здесь есть представитель от пресс-службы, Камил. Пожалуйста. Он, наверное, поможет всем журналистам после... Все справки вы можете получить, но их большое количество, я сказал, от трех миллионов там, да, статистичный миллион. А, Рима Бикмухамедову, Озатвак радиусу. Меним сроту тарча. Ильшат Афенде, КФУ-да, гуманитарий унальщита ищий институт бар. Хам оларны сонгол вақытта мега бир институтка, бир лештралят диген сузлер герей. Хам течеребешу на курсете, зур, ри, инфраструктура... Ильшат Афенде, КФУ-да, гуманитарий сонгол вақытта междисциплинарных центров ответственности. Может быть об этом. То есть ряд работ у нас выполняет один институт, особенно научных ряд работ другой институт, и они создают совместные научно-образовательные центры. Но это не только в гуманитарной сфере. Это у нас в области фармацевтики работает, допустим, институт химии, институт фундаментальной медицины. Сегодня к этой же работе подключился институт экологии. В последние годы очень много ушло специалистов с гуманитарным направлением. Искандар Исавиев, Ренат Бекин, Астахова со скандалом ушла. Вот сейчас Азат Ахунов уходит. Объясните, пожалуйста. Эти вопросы, это вопрос динамики преподавателей. У нас за последние годы средний возраст преподаватель научно-педагогического состава молодился, 44 года. Все фамилии, которых вы назвали, там, вы знаете, у нас выборная система. Исавиев ушел, вы прекрасно знаете, почему ушел, да? У нас преподаватели, у нас не только люди, которые занимаются наукой. Они в том числе меняются в функции преподавателя и воспитательной работы. У нас три, это занятия образованием, наукой и воспитанием. Три кита, на которых держится любой образовательный процесс. Люди, которые работают в государственном университете, не согласны с политикой государства, они просто могут уйти работать в научной сфере, если они проявляются в себе. Ренат Бекин был приглашен мной лично. Он не имел статуса даже доцента. Он здесь стал профессором и уехал сегодня, работает за границей. Значит, Азат Ахонов, там, это не, ну, как бы у нас достаточно людей, которые занимаются этими проблематиками и в области ислама, и в области востоковедения. Более того, он не ушел, он остался в институте философии, работает там, преподает. Но человек претендовал, может быть, на должность заведующего кафедры. Выбрали другого. У нас все выборы. Значит, если говорить об Астаховой, она не со скандалом ушла, она сама этот скандал сгенерировала. По одной простой причине, что человек год с лишним не работал в университете, чистился по ее просьбе. Был примерно такой разговор. Она сказала, можно я попробую поработать в Москве, там меня пригласили. Если у меня не получится, сохраните, пожалуйста, за мной место, я вернусь. Но сколько можно ждать? Работа заведующего кафедры подразумевает, что человек постоянно должен находиться на работе и получать здесь заработную плату. Нельзя получать зарплату, постоянно не находясь на работе. То есть человек может ездить на конференции, в командировки. Но представьте, вы работаете в одном издании, а говорите, оставьте за мной место и платите мне зарплату. Более того, мы по приказу сегодня взяли на ее место проректора с духовной семинарии, кафедры религиоведения. Никаких проблем нет. Молодой человек, опытный. И он работал в Башкирии в университете, в Санкт-Петербургском университете работал. Приехал по приглашению владыки Феофана, значит, работал в духовной семинарии. Проректором, да, постоял там образовательно. И на сегодня переходит к нам по рекомендации владыки Феофана, переходит к нам и будет стыковать как раз нового. То есть никакого потока такого с гуманитарных. У нас с любых уходят, приходят мы. У физиков и у других просто почему-то люди переходят в другие вузы, в академические институты, никто так не пиарится. Но у этих людей они хотят, видимо, поднять определенный свой статус. Они неплохие все, но все они трудоустроены. У нас Ольга Вершинина работала замначальника департамента, уехала работать в высшую школу экономики. Через, по-моему, 3-4 года приехала. Сегодня у нас возглавляет департамент внешних связей. Три года работала там. У нас вышку с экономического института тоже человек 5 уехала. Поддерживает отношения с университетом. Никаких конфликтов нет. Но мы не можем нарушать действующее законодательство. Это была моя ошибка, что я вначале соглашаюсь, иду на встречу людям и сохраняем за ними какие-то места, как бы защиту. Они продвигаются, да? Ну а потом, видимо, начинают думать, что это должно быть на постоянной основе. Так не будет, мы свои ошибки учтем. Спасибо за ответ, Ишат Равкадыч. У нас, к сожалению, прям совсем мало времени, но есть коллега с вами. Я буду покороче отвечать. Да, Евгений Чесноков, Республика Тарстан. Вот современная медицина очень дорогостоящая вещь. Университет вкладывает огромные сегодня деньги в медицинское направление. То есть все-таки что это дает помимо рейтингов? И есть ли у вас какой-то конфликт интересов с Минздравом? Сразу хочу сказать, что конфликта интересов с Минздравом нет. Мы работаем по принципу взаимного дополнения. Значит, с 2013 года по памяти, говорю, порядка 2 миллиардов 300 миллионов рублей вложили в это направление. Я рассматриваю это, конечно, помимо рейтингов. Это наша миссия. Мы должны что-то сделать в этой области. У нас очень много в медицине нерешенных проблем, как в мире, так и в нашей стране. И на это же обратило внимание руководство страны. И указом президента, вы знаете, после выборов вышли и медицинское направление, особенно связанное с темой онкологии и многих других сложных заболеваний, определены указом президента как приоритетное направление. И мы здесь вписываемся во все эти направления, хотя вы знаете, что у нас это решение было принято в 2013 году. Каждый человек, то есть качество жизни человека и его здоровье – это самая главная ценность. Других ценностей нет. Можно, конечно, говорить, что нам театры нужны, можно говорить о том, что нам спортивные сооружения нужны, можно много говорить, что нам красивая одежда, красивые автомобили. Но все это нужно, пока человек жив и он здоров. И нам нужно, чтобы не просто люди долго жили, нам нужно сделать и внести свою лепту, чтобы люди жили качественной жизнью. Не на инвалидном коляске, либо где-то. Человек, болеющий Альцгеймером, либо другими сложными заболеваниями, он все равно, качество жизни у него другое, вы об этом, наверное, прекрасно знаете. А чем дольше будут жить люди, тем больше проблем будет возникать с разными заболеваниями. Начинают онкологии и так далее. Поэтому и вот в поликлинике, если вы завтра примете, вам покажут, что мы хотим срез делать, и руководство республики нас поддержало в этом, а значит Минздрав республики, мы хотим сделать, чтобы люди, приходящие на обследование в поликлинику, проходили и на обследование в области первичного скрининга по онкологии. То есть все говорят, что раннее диагностирование помогает человеку вылечиться или продлить жизнь. Потом говорят, что вот, к сожалению, диагностирования не было. Так вот мы хотим на поток поставить по закрепленному контингенту. Они пришли к нам, и мы делаем диагностирование, и человек получит флешку свою, то есть мы к этому должны приблизиться. Второй раз пришел, посмотрел, закачали его флешку, компьютер наш загоняет, наша программа говорит, какие изменения в его здоровье произошли, потому что врач, на первый взгляд, у него короткое время работать с пациентом, чтобы он может пропустить. Но компьютер и программа должны все изменения отслеживать. Спасибо за ответы, я думаю, что все получили все, что хотели. Еще один вопрос, коллеги. У меня очень короткий вопрос, РБК Торстана, Леонар Рылова. А можно в динамике, количество отчислений налогов и сопоставимость с предприятием? Пожалуйста, я вам динамику, а сопоставимую, вы же как-то сделаете. Я оставлю все. Да, все будет, все в открытом доступе. Благодарим всех за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова